Сегодня, здесь и сейчас, на этом канале, собрались практически все любители серии игр по Ведьмаку, его миру и вселенной. Многие не только прошли все игры серии, но и прочитали все книги и романы. Хотя и кто-то только сейчас, после выхода всех дополнений, начинает знакомиться с этой вселенной, а кто-то прошел уже пять раз и все пытается не начать шестой. Кто-то узнает из моих видео много нового, а кто-то вспоминает то, что проходил и чувствовал когда-то сам. В этом мы, конечно, немного разные, но то, что все мы любим Ведьмачью Вселенную, неоспоримый факт. И сегодня я решил уделить немного внимания около игровой составляющей нашего канала и покопаться на очень популярном китайском ресурсе Алиэкспресс и найти несколько товаров для любителей Ведьмака. Поехали! Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. И я не только хочу показать вам эти пять товаров, но и купить кое-что себе, на память. Например, недорогую безделушку, которую можно положить или повесить, и периодически натыкаясь, приятно вспоминать об этом времени. А потому я рассмотрю даже не пять конкретных товаров, а пять категорий, из которых выберу самые интересные товары. А начнем мы с того, что даже не требуется откладывать в дальний ящик. И то, что вы сможете наблюдать каждый день, так как ни один современный человек не обходится без чехла на смартфон. Самые современные из вас наверняка знают, что существуют места, где можно заказать чехол с любым изображением. Таким местом может быть и Алиэкспресс. Алиэкспресс предлагает десятки, даже сотни видов чехлов с разными формами и видами нанесения. А также огромным выбором видов картинок. Я уверен, что каждый здесь может найти тот чехол, который ему по нраву. Стоимость колеблется в среднем от 100 до 250 рублей. А модельный ряд чехлов для телефонов представлен очень широко. Я, признаться честно, сам не ожидал найти чехол для своего М8. Но их оказалось более чем достаточно. Настолько, что мне даже сложно сделать выбор и отказать себе в удовольствии заказать сразу несколько. Далее я хочу показать вам не только то, как защитить чехлом ваш телефон, но и то, как не умереть во время пришествия белого хлада, который сейчас так стремительно наступает на нашей планете. Классический мерчендайзинг на футболках, майках и толстовках. Его тоже можно заказать на Алиэкспресс. Хотя и выбор меня немного удручает. Но футболочка с заветным логотипом за 700 рублей или толстовка, согревающая вечерами за 2000. Хорошее напоминание об игре. Лично мне приглянулась вот такая вот футболка с длинным рукавом и весьма скромным минималистичным логотипом на груди. Но классический мерч это еще не все. Тут же, не уходя далеко, можно приобрести пару готовых костюмов для косплея. Их не очень много, но пару вариантов для Геральта, Цири и Трис найти можно. Но это все не то. Нужно что-то, что всегда под рукой. То, что не видят все остальные, но видишь ты. И то, что не просто так лежит без дела, а можно полезно использовать. Например, коврик для мыши. Вот чего-чего, вариаций ковриков для мыши на Алиэкспресс просто невероятное множество. Даже представить себе не могу, откуда такое разнообразие. Помимо невероятного количества изображений, которые здесь уже присутствуют на выборах. Практически каждый второй магазин предлагает нанести вашу картинку. Более того, помимо разнообразия в картинках присутствует и огромный выбор в размерах. Начиная от классического маленького квадратного коврика для мыши, заканчивая большим на весь рабочий стол. И все это от 100 до 1000 рублей. Лично мне приглянулся вот этот серенький с кровавым логотипом. Для любителей же созерцательного искусства на Алиэкспресс присутствует огромное количество разного рода наклеек, нанесений, картин, шелкографии и так далее. Первое, что мне попалось на глаза, это наклейки на консоли. Я, к счастью или к сожалению, не счастливый обладатель последних, поэтому даже не знаю, насколько это можно или сложно использовать. Но выбор вариантов тоже довольно немаленький. Лично мне при этом более понравился выбор изображений для картин. Невысокая стоимость и большое разнообразие, которое включает в себя не только всем известные изображения и арты, но и ранее не виданные мной картинки, которые были явно найдены в глубоких кулуарах Девианарта. Все это говорит в пользу такого рода напоминаний. И тут вы можете сказать, а где же самое главное? Где самый главный символ Ведьмака? И почему до сих пор нет о нем ни слова? Терпение, мои друзья, самое вкусное напоследок. Главным атрибутом Ведьмака – его лого. То, что постоянно не снимая носил Геральт. То, что у Цири забрала выжившая хозяйка леса. И то, что Геральт вернул себе по праву в плохой концовке. Ведьмачий медальон. Их, а также его вариантов в виде брелоков, запонков и так далее на Алиэкспрессе великое множество. И пожалуй, таким, даже самым недорогим напоминанием должен обладать каждый любитель Ведьмака. Стоимость таких вещиц колеблется от 70 рублей до практически бесконечности. Обычно от этого зависит точность исполнения и материал. Помимо классической подвески, брелка и запонок, я еще нашел симпатичный медальончик Yen. Для любителей таких вещиц это будет крайне интересное приобретение. Все ссылки на категории отдельные товары, конечно же, есть в описании. Ну а на этом все. Надеюсь, видео было вам полезным или интересным. И заслужило лайк, а я подписки на канал. Если найдется еще что-нибудь интересное на Алиэкспрессе по вселенной Ведьмака, пишите об этом в комментариях под видео или даже лучше в группу ВКонтакте. Если наберется хотя бы еще 5 интересных вещей, то я расскажу об этом в новом ролике. Ну а мы увидимся в следующем видео. И на этом пока. Всем пока-пока.